Социальная планерка началась с торжественного вручения памятного знака, 85 лет, Ростовской области, ветеранам здравоохранения. Медалями были отмечены заведующая отделение функциональных исследований Галина Васильевна Батала и врач-педиатр детской поликлиники Людмила Васильевна Возьмищева. Начальник отдела по физкультуре и спорту Марина Насека отчиталась о проделанной работе, приуроченной ко дню физкультурника. 13 августа на волейбольной площадке комплекса «Кантина Азов» прошли соревнования по пляжному волейболу, также посвященные дню физкультурника. Всего приняло участие 9 команд. В рамках Кубка губернатора по футболу 13 августа в Таганроге прошла календарная игра между командами Азова и Таганрога. Таганрог одержал победу, текущее место у нашей команды 6-е сейчас и следующая игра 3-го сентября будет между командами Азова и Оксая. Татьяна Бакуменко, начальник отдела культуры, проинформировала о планируемых мероприятиях, в частности о подготовке ко дню города, который состоится 10-го сентября. Особое внимание уделила ремонту детской школы искусств. По инициативному бюджетированию музыкальной школы искусств сняли они верхний слой асфальта и вывезли сегодня уже этот верхний слой асфальта. Я так понимаю, что там пока устно была озвучена проблема в поставке плитки, все это упирается в логистические проблемы. Но пока об этом я рано говорить, потому что письменных никаких уведомлений от подрядчика не было. И это предварительно, что могут возникнуть проблемы по продлению срока благоустройства данной территории. Но опять-таки я не буду об этом сейчас заранее говорить, пока все идет по плану, как и планировали. Есть там смещение 2-3 дня, но я думаю, что это не так существенно для технических работ. О ходе строительства и ремонта учебных учреждений доложила заместитель отдела образования Ирина Баламутова. По школе на 600 мест выполнены работы по гидроизоляции плит. Продолжается работа по выкладыванию железобетонных блоков стен в подвальном помещении. На 1340 мест продолжаются земляные работы, но на сегодня до суглинка еще не дошли. Ищут этот суглинок для того, чтобы опора была для того, чтобы начать уже другие работы. Вот в этом плане. Что касается третьей школы, здесь на спортивную площадку завезли уже песок и щебень. И начинается благоустройство уже самой спортивной площадки сегодняшнего дня. И благоустройство прилегающей территории. Фасад главного корпуса, это литер А, освобожден, очищен, обеспилен, пылен, очищен. И начинается вот уже работа с самим фасадом по обработке как бы под старый кирпич своеобразной работы. Значит, внутри самого этого здания спортивный зал уже выполнены все работы. По всем помещениям в главном корпусе выложены деревянные полы, а штукатурен коридор полностью. Установлена также вентиляционная система. И с сегодняшнего дня приступают к штукатурке стен в классах школы. В системе здравоохранения отмечается рост заболеваемости ковидом. Согласно всем порядкам оказания медицинской помощи, лица старше 60 лет подлежат госпитализации. Лица, у которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология сопутствующая, все они госпитализируются. Ну, госпитализируются в основном в средней степени тяжести, тяжелых нет. Госпитализируются до получения положительных мазков в инфекционное отделение центральной городской больницы, а дальше при получении положительных мазков либо в госпиталь инфекционный в Ростове, либо в областную клиническую больницу номер один, тоже в Ростове. В Азове ковидный госпиталь пока не работает, и сейчас вновь актуальна прививочная кампания. В день вакцинируется около 100 человек. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо